Утро на радио «Спутник в Крыму» с Андреем Матюхиным. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров. Продолжаем эфир, друзья. У нас сейчас очень такая важная, актуальная, ну точно актуальная тема. Мы будем говорить о ценах, о ситуации с ценами на продукты, на топливо, на какие-то тенденции, что в перспективе. Мы с удовольствием представляем гостя, давно не общались, поэтому очень рад видеть в студии директор Института экономики и управления Крымского федерального университета имени Вернадского, доктор экономических наук, профессор Виктор Реутов. Виктор Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. У нас действительно тема важная, причем давайте вот оттолкнемся от новости. На прошлой неделе эта новость была. Системная борьба с ростом цен на продукты в Российской Федерации должна вестись за счет развития конкуренции и расширения предложения на продовольственном рынке. Минпромторг России непрерывно отслеживает ситуацию на продовольственном рынке и принимает незамедлительные меры в случае выявления резкого роста цен. Ну, так сообщают в министерстве, во всяком случае. Я напомню, что на прошлой неделе президент страны Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил подготовить подробный перечень поручений по всем вопросам, которые обсуждались. Среди тем это природные пожары, их ликвидация, борьба с коронавирусом и тема, которую мы сегодня с вами обсуждаем – цены на продукты. В частности, президент отметил, что вопрос с подражанием базовых продуктов в настоящее время стоит особо остро. Да мы сами это видим. И, собственно, когда идем на рынок, когда идем в магазин, мы видим как раз тут цены. И Путин заявил, что российские власти должны активно мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях, расширять доступ сельхозтоваропроизводителей к точкам продажи. В нашем случае, в случае с Крымом, мы знаем, что больших сетей продовольственных нет. По сути, представлен только одним магазином. Мы знаем, каким не будем его называть. Но речь шла о том, что можно расширять перечень ярмарок, сельхозярмарок, которые должны проводиться повсеместно и так далее. Но это один из элементов. А вообще вопрос возникает ключевой. Чем вызван рост цен, Виктор Евгеньевич? Да. Вы знаете, об этом тоже говорил президент в своем выступлении. Это все-таки, когда ему задали вопрос про морковку и бананы. Он говорит, что нет у нас достаточного количества морковки, а бананы у нас в достаточном количестве завозятся. Поэтому все у нас так и происходит. Но я бы все-таки назвал несколько причин. И ключевое все-таки это импортируемая инфляция. То есть фактически рост цен на продовольствие в мире. Только по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, рост цен на продовольствие в мире за полгода составил почти 15%. Мы понимаем, что это в долларах цены. Ничего себе. Да, то есть вот это вот последние, так скажем, данные свежие. При этом мы тоже подвержены. Мы производим, мы экспортируем. И в стратегии развития сельского хозяйства в России обозначено приоритетом как раз рост экспорта сельскохозяйственной продукции. С этим столкнулось правительство. С тем, что в стратегии записано одно. Сельхозпроизводители реализуют эту стратегию, выходят на внешний рынок. А тут получается, что внутренний рынок оказался недообеспеченным тем или иным видами продукции. Поэтому в ручном режиме приходится корректировать это. Следующая причина, я бы назвал, все-таки это масштабная эмиссия резервных валют во время коронакризиса. То есть мировые рынки, мировые, так скажем, лидеры, такие как Соединенные Штаты Америки, Европа, когда раздавали эти деньги. То есть фактически они производили эмиссию, что и вызвало инфляцию ту. Соответственно, продовольственная инфляция подстраивается под эту эмиссию резервных валют в мире. Следующий момент, фактически то, что сейчас мировая экономика и российская экономика более опережающими темпами выходит из того кризиса прошлого года, в который она попала. И фактически то, что мы говорили о том, что на прошлой нашей встрече, что мы достигнем уровня допандемийного к середине 2022 года, фактически мы уже сейчас достигаем этот допандемийный уровень. Соответственно, растет спрос на промышленные товары, на сырье. Соответственно, производство не до конца, не по всем позициям поспевает за этим спросом. Соответственно, есть спрос, не обеспечивается предложение, растут цены. И тот же, допустим, мы это видим и по стоимости фрахта. Китай, самый первый из стран, преодолел вот этот пандемийный синдром, так скажем, в падении производства. Соответственно, его импорт растет наибольшими темпами в мире. Элементарная вещь. Стоимость контейнерных перевозок выросла по некоторым позициям до двух раз. А в некоторых случаях доходили в отдельные месяцы до шести раз стоимость контейнерных перевозок. Почему? Спрос есть, не обеспечивается достаточное предложение этих контейнеров. Соответственно, это все перекладывается на цену продукции. Следующий момент. Это отложенный спрос населения. То, что... Ожидание. Да, именно отложенный спрос. То есть, то, что мы сидели на карантинах, мы сидели там, ничего не покупали, заказывали только продукты питания. Население накопило, так скажем, определенную подушку. Сейчас, когда ограничений, как таковых, значительных нет, то, что было в прошлом году, фактически население вот этот отложенный спрос и реализует. Соответственно, денежная масса, которая попадает на рынок, она увеличивается. Это все это приводит к определенным... Более того, у нас есть, соответственно, действительно, да, вот эти инфляционные ожидания, которые тоже подталкивают спрос, чтобы приобрести именно продукты сейчас. Но впрок же все равно много продуктов не приобретешь. Нет, впрок не приобретешь, соответственно, но тут уже другой вопрос. Это мы говорили про, так скажем, внешние факторы. Но есть и достаточное количество внутренних факторов. То, что уже было сказано, это монополизация рынков и практически полное отсутствие конкуренции среди сельхозпроизводителей, тех, кто производит продукты питания. Фактически это засилие крупных холдингов, и мелким товаропроизводителям крайне сложно пробиться к потребителям. Именно поэтому было и поручение президента развивать вот эту конкуренцию, чтобы не допускать вот это засилие монополизации на этих рынках. Особенно для Крыма эта острая тема стоит. Вот, в частности, мы не так давно говорили по молочной продукции, по той же, да, по мясной продукции. То есть не справляются крымские производители, но тогда начинается вот из соседних регионов или из соседнего региона завозят, и фактически получается такая, может быть, не полная монополизация, но частичная. Да, да. Но и следующей причиной я бы назвал, это фактически слабая, развитая у нас в стране современная система хранения, что не позволяет качественно сохранить длительный период собранный урожай, таким образом снизить зависимость от поставок импортной плодовочной продукции. В Крыму это тоже есть соответствующая проблема. В Крыму была поставлена задача по развитию логистических центров. Я так думаю, что мы в ближайшее время увидим, как это может повлиять на стабилизацию цен на продовольствие в Крыму, именно развитие логистических центров. Ну и следующий момент, тоже о чем хотелось бы сказать, это фактически монополизация рынка и отсутствие конкуренции среди ритейлеров. То есть в России есть определенные, очень ограниченные пулы ритейлеров, то есть те, кто осуществляет торговые сети, по сути, по тем же бананам. Кстати, по бананам тоже сейчас цены растут. Подросли, да, подросли. Да, и вот получается, что порядка 80% всех бананов в страну завозит один ритейлер. Это неправильно. Конечно, да. Да, это совершенно неправильно. И завозят это из Эквадора, в Эквадоры тоже там могут быть проблемы с урожаем, там могут быть социальные какие-то потрясения, забастовки сборщиков бананов и так далее. То есть поэтому тут у нас тоже ситуация. Это уже ситуация, связанная с биржей. Да. Ну и мы фактически не вышли на самообеспечение по такому показателю, как производство качественных удобрений, сельскохозяйственной техники, запчастей в достаточном количестве. То есть мы зависим от импортных удобрений, от импортных поставок в этом отношении, а это дает серьезный, так скажем, риск роста цен в зависимости от мировых цен на эти показатели, на эти товары. А давайте сюда добавим еще немаловажный фактор, как энергоресурс, который также дорожает. То есть дорожает электроэнергия, дорожает в том числе топливо, дорожает стоимость потребления воды и так далее. И естественно это все потом ложится на плечи производителя, а в итоге на потребителя. Где-то подорожание там на несколько процентов, где-то на десятки процентов, но соответственно сам товар в итоге становится дороже. Насколько вот мы можем понимать, что и это тоже приведет, ну во-первых, к отложенному спросу вы уже сказали, но и к повышению может быть даже где-то скачкообразному цену. Энергоресурсы, да, один из тоже ключевых факторов, но его влияние не такое сильное. Потому что стоимость энергоресурсов, себестоимости продукции все-таки не такая, как стоимость тех же там комплектующих или же тех же там удобрений в производстве сельхозтехники. Хотя для сельхозтоваропроизводителей вот то, что сейчас произошел, рост стоимости топлива у нас, да, это существенно. То есть, соответственно, определенная доля, допустим, там в общем объеме инфляции, ну порядка 20 процентов для сельхозпроизводства, это именно стоимость топлива. Но здесь еще, конечно, стоит учитывать, что будет же уборочное. А раз уборочное, и тут опять-таки подорожание стоимости топлива, то это в любом случае скажется на товаре. Плюс еще вопрос же хранения, да, вот как раз вы говорили о том, что хранение, ну там логистические центры, система хранения продуктов, но еще и у нас же важна система хранения сырья, грубо говоря, да, того же зерна, тех же овощей и фруктов и так далее. Да, об этом я уже сказал, но новый урожай всегда приводит как минимум к стабилизации цен. Фактически вот сейчас, что касается именно конкретных цен, ну цены, допустим, на сахар за полгода выросли на 2,7 процента. А в 2020 году на 65 процентов рост цен на сахар наблюдался. Ничего себе. На подсолнечное масло за полгода цены выросли всего на 5 процентов. 26 процентов в 2020 году. На хлеб, допустим, 2,7 процента. При этом в 2020 году на 8 процентов был рост. Мука 3,3, а в 2020 году 14 процентов. То есть вот эта ситуация все-таки на отдельной товарной группе, она все-таки стабилизируется. Ну потому что государство вмешалось в том числе, но потом пришли к тому, что ручное управление не самый лучший вариант. Не самый лучший вариант, абсолютно верно, потому что если сегодня сдерживать рост цен на ту же сахарную, на сахар, а это приведет к снижению объема производства сахарной свеклы, соответственно, если невыгодно, если себестоимость будет выше, чем цена, которая установлена государством, соответственно, в следующий год это приведет просто к дефициту этого продукта, а это еще больше рост цен. Поэтому тут в этом отношении... Виктор Евгеньевич, но, кстати, вот смотрите, еще одна новость, которая достаточно серьезно влияет вообще на финансовые рынки, и новость это 23 июля, ну такая вот свежая, Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1% пункт, до 6,5%. Резкое повышение ставки с 2014 года. И, конечно, эксперты сразу говорят, что прогноз по инфляции поменялся, то есть регулятор поменял с апрельских 4,7-5,2 до 5,7-6,2. Что значит вообще и как влияет повышение ключевой ставки на и цены образования, и перспективы для рынка? Ну я бы тут сказал, что ключевая ставка не является предвестником более высокой инфляции, а наоборот, рост ключевой ставки следует за теми инфляционными прогнозами, которые у нас сейчас есть. То есть все-таки инфляция в данном случае первична, и сохранять ставку на уровне 4%, как 4,5%, как было в один из периодов, было просто невозможно. То есть фактически ключевая ставка следует за инфляцией. Что это значит для нас, так скажем, как это можно объяснить? Рост ключевой ставки, соответственно, приведет к росту стоимости кредитных ресурсов. То есть кредиты станут дороже. Соответственно, те, кто хотел приобрести, ну, тот или оборудование, или там недвижимость, соответственно, будет платить больше процентов. Соответственно, это должно привести к снижению спроса на кредитные ресурсы. Соответственно, от немонетарных факторов роста цен на это нас немножечко убережет. Фактически, тем самым, Центробанк пытается сдержать еще больше рост цен, повышая ключевую ставку. Ну, опять-таки, для тех, кто собирался приобрести недвижимость, это не самые лучшие новости. Потому что, да, повышение ключевой ставки приведет, как вы уже сказали, к росту кредитов. И мы понимаем, что до 2022 года, например, продлена программа господдержки. Но, по сути, ну, то есть деньги станут дороже, грубо говоря. Да, деньги станут дороже, да. Соответственно, должен снизиться спрос на кредитные ресурсы. Соответственно, это должно как-то стабилизировать рост цен на такие ключевые товарные группы, как в том числе и недвижимость, замедлить рост цен, так скажем. Замедлить рост цен, но тут вот еще возникает вопрос, к которому хотелось бы вернуться, помимо вот этих вот больших тенденций. Потому что, ну, большая часть наших слушателей, конечно же, сейчас беспокоится не о том, как приобрести жилье или там очередной автомобиль, а как сходить на рынок и не потратить столько денег. И возникает вопрос, действительно, у очень многих, и задавали этот вопрос, действительно, мы с этого начинали. Почему в сезон, когда много овощей и фруктов, цены продолжают расти? Да, там цены на молоко, цены на мясо, цены на овощи, цены на фрукты. Тем более в Крыму, где этого с изобилием. Можно ли сказать, что тут один из факторов, это фактор, связанный не только с сезонностью, но и с географическим расположением, то есть курортный регион? Давайте так посмотрим опять на нас, как на курортный регион. Сколько человек, несмотря на существующие еще ковидные ограничения, к нам приехали. У нас значительный рост по сравнению с прошлым годом произошел. Мы фактически, получается так, что цены, да, у нас приезжают туристы, а фактически инфраструктурно и системно по обеспечению их соответствующим набором продуктов мы пока еще не готовы к такому серьезному наплыву. Поэтому здесь можно сказать, опять же, увеличенный спрос рождает при ограниченном предложении, приводит к этому. Это закон экономики, тут ничего мы не сделаем. Мы хотим сдержать цены, добавьте сюда, привезите сюда 100 миллионов тонн картошки и морковки, и вы увидите, что цена будет 5 рублей. Вот и все. А это возможно? Возможно, когда мы вводим эмбарго... Ну 100 миллионов, конечно, не надо. Ну да, когда мы это так, образно говоря, но когда мы вводим эмбарго, принимаем политические решения на запрет ввоза продуктов питания из той же Турции, я знаю, там Египет и так далее. То есть мы должны понимать, что отечественное наше внутреннее производство не всегда может быть обеспечено. И если раньше, соответственно, тут же недостаток тех или иных продуктов компенсировался поставками из-за рубежа, той же там Молдовы и так далее, Турции, Египта, Бразилии и так далее. Ну, есть у нас много поставщиков. В всяком случае, были раньше. И теперь вот этот запрет на поставки, он все-таки сказывается негативно. Тут должна быть более гибкая системная политика не в ущерб собственному населению. Виктор Евгеньевич, ну смотрите, вот мы же говорили до строительства моста, что одна из проблем – это логистика. И сложно, конечно, переправа, погодные условия. Сейчас эта проблема снялась как таковая. Причем она снялась и в поставках автомобильным транспортом и железнодорожным. Но цены не снижаются. То есть все-таки не логистическая проблема была. Ну, той же стоимость логистики, стоимость доставки по отдельному, по крупному, с железнодорожным транспортом, что завозится? Топливо, сыпучие стройматериалы и так далее. Стоимость именно доставки в себестоимости продукции минимальна, там порядка 2% всего-навсего. А вот общей, так скажем, цены, а может быть даже и меньше. Поэтому, с другой стороны, те же 2% – это тоже может быть как-то влиять. То есть, но, когда мы смотрим и разговариваем с тем, кто оплачивает стоимость доставки по Крымскому мосту железнодорожным транспортом, она не такая уж и дешевая. Ну, это да. То есть тут нет такого. Мы фактически не увидели разницы в то, что было раньше, в то, что сейчас. То есть тут уже, опять же, системная проблема на государственном уровне, чтобы, возможно, как-то на это повлиять. Вот, кстати, еще один вопрос. Знаете, мы говорим о подорожании цен, но не все на топливо, в частности, на топливо. Но далеко не все согласны с тем, что топливо сейчас высокая, высокая стоимость на топливо. Стоимость бензина в России назвали справедливой. Об этом сказали в Независимом топливном союзе. И более того, добавили, что, по их мнению, цена должна быть выше на 3-5 рублей. На данный момент на рынке возникла критическая ситуация из-за низкой стоимости. Опять-таки, повторюсь, считают в Независимом топливном союзе. Большинство операторов работают в убыток. Даже производители продают бензин независимым компаниям выше розницы. Ну и ранее Независимый топливный союз направил письма министру энергетики Николаю Шульгинову и министру финансов Антону Силану с просьбой ввести субсидирование железнодорожных перевозок топлива, там, бензин, в частности, дизель, сжиженный углеродный газ. В частности, в Дальневосточный федеральный округ. То есть, речь идет о том, что мы говорим, что для потребителя стоимость высокая, а кто-то считает ее заниженной. Говорится это, наверное, и в том числе, потому что она будет расти. Но это значит, что это может и лечь на плечи потребителя. Хочу еще раз сказать о том, с чего я начал. У нас происходит экономический рост сейчас. Мы выходим из пандемийного кризиса, имею в виду экономика, выходит более высокими темпами, как это предполагалось. Соответственно, это приводит к росту цен на сырьевые товары. В конце концов, что мы хотим? Мы хотим низкие цены, либо рост экономики. Это не всегда взаимосвязанные, взаимоисключающие понятия. Это системная проблема для экономистов, для нас. Что мы в итоге видим? Что мы хотим увидеть? Сейчас мы хотим видеть рост экономики. Рост экономики всегда сопряжен с ростом цен на сырьевые товары. С ростом спроса на сырьевые товары. Соответственно, определенный рост цен. С другой стороны, если государство видит, что на отдельной категории населения не становятся богаче, их доходы не увеличиваются, но здесь уже задача государства точечно решать этот вопрос с конкретной группой населения. В этом отношении. Но в целом, в целом, экономический рост сейчас первичен для государства. Потому что это обеспечит стабильность в более длительной перспективе, чем сейчас. Спасибо большое, Виктор Евгеньевич. Ну, вот так вот постарались разъяснить, что происходит на данный момент на рынках, ну и прежде всего продовольственные цены. Вот об этом поговорили. Директор Института экономики и управления Крымского федерального университета имени Вернадского, доктор экономических наук, профессор Виктор Евгеньевич Реутов был гостью нашей студии. Спасибо за разговор. Спасибо. Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.